Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. Меня зовут Аня. Сегодня я вам расскажу об истории, которая с нами произошла недели две назад, может быть полторы. В общем, все началось с того, что еще примерно месяца два назад написала нам на почту наша энергетическая компания, что они меняют свою тарификацию и теперь за первые два киловатта надо будет платить большую цену, а за последующие пару бензов, первые два киловатта по 30, а потом по 15, к примеру. Вообще суть не в этом. Это не важно, пусть они хоть миллион берут за киловатт. Проблема в том, что мы потребляем только два киловатта в день. Поэтому как раз именно они говорят, ну это вот мы учитывали интересы всех пользователей, вот пришли к такому решению. Да, но именно когда ты потребляешь два киловатта, тебе это вообще никуда не годится. И получилось, что у нас, они нам сами посчитали, у вас вырастет потребление, счет за электричество за год там на 55 фунтов, к примеру, да, на газ останется такой же. Потому что газ там по-любому, ты не два киловатта, ты много потребляешь, даже каждый день, когда что-то готовишь. Вот, и мы подумали, что надо было, ну так, не спеша посмотреть какие-то другие конторы, начали искать, а у всех есть стендинг-чарш, это независимо от того, ты потребляешь или не потребляешь, ты платишь в день 30 пенсов, например, и сверху за потребленный киловатт. Это тоже как-то нам не очень подходило, потому что, ну, привычнее платить за то, что ты потребил, что это, а если ты уехал в отпуск, почему оно должно каждый день... Солнечник 9 фунтов. Да. А у нас всего сколько, 15? У нас всего 15 в месяц уходят. У нас в месяц не к тебе денег. И мы там что-то подумали, я вспомнила, что постоянно мне рекламировало, что государство ставит солнечные панели на крыше, мол, бесплатно, и вы получите вот эту зеленую экологичную электроэнергию, и сможете и сами пользоваться, и в сеть отдавать лишнее. И я написала в гугле, мол, правительственные солнечные панели, мне выдала кучу сайтов, но как бы такого официального правительственного сайта не было. И я там, там нужно было на этих сайтах оставить свою информацию, на телефон, все. Я оставила, мне позвонили, говорят... Сразу же? Да, причем сразу же. И я еще только удивилась, думаю, ну, надо же, как вот тебе ставят панели, еще сразу тебе звонят. И там многие звонили, ну, вот с одной конторой мы договорились, они говорят, так, а сколько у вас выходит за электричество в месяц? Типа, я говорю, ну, 15 фунтов. Они такие, а, ну... Ну, придет, короче, завтра человек, он все вам объяснит. Не завтра, а там через день получалось. И, короче, и спросили почему-то, вот, что меня насторожило, они спросили, вы работаете, как бы... Казалось бы, какая разница, если ты просто берешь у человека крышу, ставишь в свои панели, производишь электроэнергию, даешь им участие, все остальное в сеть берешь. Думаю, ну, да, как бы... Потом, значит, пришел этот мужчина, такой представительный, принес... Объемный. Да, ну, не очень такой, просто крупный. Принес такой, этот, буклет, сказал, что у них на каких-то сайтах оценка 5.0, типа, они там идеальные, самая такая вот компания, которой больше всего доверяют. И... Но самое интересное, я еще подумала, ну, хорошо, эти сайты, а где ревью с Гугла, как бы? В Гугле обычно всякие, ну, более относительно честные эти вот отзывы о компаниях. И вот он нам рассказывал, рассказывал, чтобы вы поняли, он присидел где-то 3,5 часа. Мы не могли его выгнать. Мы уже не знали, как бы, я уже стараюсь не заснуть, уже так сижу, да, да. И вот он нам рассказывал, и крышу померил, и показал нашу крышу со спутникой, сказал, сколько это будет, сколько панелей они могут поставить, 10 штук, это будет 10 киловатт в день. Еще у них такие качественные панели, вот, которые там... Ну, 10 больше, по-моему, сказал. Больше 10 киловатт, да. Сказал, что у вас хорошая крыша, выходит на юг, и что... Нам нужно только 2 тех. Да. И что вообще, короче, все очень хорошо. Можно, мол, уже приступать, вот, он может позвонить в установочную компанию. Ну, короче, все, все было очень хорошо. Вот. И объяснял... А, вот он нам сказал, что у него панели, только у них панели не портятся в течение 10 лет. И я еще подумала, ну, как они знают, они же их не тестировали 10 лет. Как ты можешь знать, будет эта техника работать или нет. Это ты через 10 лет узнаешь, у него уменьшилась эффективность. Ты не можешь предсказать наперед и сказать, что вот там эта эффективность не уменьшится. Даже камин неизвестно, что с ним будет через 10 лет. Хотя он чугунный. Казалось бы, ну, что может произойти? Вот. И потом он такой говорит, так, сейчас самое интересное, сколько вам это будет стоить? Мы такие, да-да-да. Я уже поняла, что, короче, это не... Ну, Ярослав, мы его оба поняли, что это уже вообще не бесплатно и к правительству это не имеет никакого отношения. Он говорит, вы должны это купить, потому что вот сейчас еще можно продавать электроэнергию, которую вы получите, вы отдадите в сеть по 4 пенца с апреля, уже нельзя. Потому что государство, да, оно выполнило уже все свои нормативы по выбросу, ну, этих, углекислого газа. Им больше не нужно следить за экологией, поэтому только вот сейчас вот еще люди, которые сейчас установят, они еще что-то получат по 4 пенца за киловатт. А если ты платишь... А входящие 30. Да, входящие. От 20 до 30, смотря какая у тебя тарификация там. А это 4. А ты за 4, ты дал свою крышу, тебе там ее просверлили, да, непонятно что. И еще тебе дают только 4 пенца. То есть ты производишь, понимаешь, добро для планеты, для страны, для экологии, тебе 4 пенца. За 4 пенца вы куда в землю пустите? Да. И он говорит так, вот, сколько это будет стоить? Ты-то так что-то там с вами пани посчитал, говорит, 95 фунтов в месяц. Мы такие, типа, да, но мы платим 15 за электроэнергию. Но какой нам смысл в этом? И вот тут началось. Вот тут это большую часть времени он распинался, что это очень выгодно, что это вложение в будущее, что нам придется, короче, ну, типа, вот мы сейчас будем платить по 95, но потом это нам так окупится, эта электроэнергия. Ну, в общем, короче, какие-то графики, сколько мы будем в зимнее время производить, сколько мы будем отдавать в сеть, сколько мы там получим. Просто я говорю, ну, я не знаю, вообще-то это не очень нас устраивает, потому что, ну, блин, на 95 фунтов в месяц, это можно все лампы повключать, я не знаю, постоянно, наверное, готовить без перерыва, и ты вот столько не накрутишь. Как бы, мы говорим, не, ну, нам, как бы, это не очень интересно. Мы не решили, нам нужно, короче, подумать. Он говорит, да, а давайте проверим, вы можете взять вообще деньги на эти панели, кредит? Я говорю, ну, не знаю, да, говорю, давайте проверим. Он говорит, так, мне нужен номер вашего счета в банке. Я говорю, а зачем, типа, что вы можете заглянуть в мой счет и посмотреть, как там, что приходит, что уходит, то есть эти транзакции все. Он говорит, да. Я думаю, ничего себе, я как бы вообще, по-моему, там даже налоговая не имеет такого официального права просто так тебе заглянуть в счет. Я говорю, ну, ладно, давай ему счет. Потом говорит, так, мне нужен ваш паспорт или там права какой-то фото, документ с фотографией. Я говорю, вот права, как бы. Потом он говорит, так, ну, распишитесь вот здесь, вот у меня на iPad. Я говорю, а что значит эта роспись? Ну, это значит просто, что вы можете посмотреть, вам дали кредит, не дали. Я говорю, ну, ладно, типа, расписалась, все. Я говорю, а вот, Ярослава, сколько вы зарабатываете? Мы сказали, сколько у нас было в прошлом году. Я говорю, ну, в этом меньше получается. Он говорит, ну, неважно, у вас же вот будет ребенок, вам дадут пособие. Я говорю, слушайте, у вас очень, говорю, извращенные представления о том, сколько пособий здесь дают граждан Евросоюза. Почему-то все думают, что ты здесь на эти пособия, наверное, можешь там жировать или что. То, на самом деле, по сути, я не знаю, сколько будет. Ну, как бы, сначала ребенок рождается, потом ты подаешь на этот чай такс-кредит. Я думаю, что очень. Я думаю тоже, что нет. Он говорит, о, вот, когда у нас с женой там был ребенок, нам так это помогло, тоже вот там с работой было тяжело. Я говорю, ну, да, но вы не сравниваете, что там было 20 лет назад, как бы и сейчас? Ну, ладно, проехали с этим. В общем, уже еле-еле он ушел. Выгнул. А, пошел. Он в тумчик начал опять втирать. Да, пошел, что он там фотографировал на счетчик, да. Он что-то начал сфоткать в доме, короче. И потом в конце, говорит, опять дает свой этот айпад. Говорит, распишитесь. Я говорю, это что значит? Ну, типа, что-то начал мяться. Говорит, типа, что вы здесь были? Он такой, ну, да. Потом, ну, мы такие, как бы, мы с ним ничего не заключали, ни с соглашением. Мы сказали, что надо подумать. Потом приходит через два дня письмо. Из банка. Типа, здравствуйте, поздравляю, у вас кредит такой-то. Первый платеж будет снять, ну, вот, а, нет, я вам скажу точно, там было 9 тысяч, или 11, или 9. 9, 9, 9 штук, мы считали? Да, 9 тысяч с чем-то фунтов вы взяли кредит. 9 штук, я понимаю. И первый платеж там будет, не знаю, в августе, в сентябре, после того, как вам установят панели. И мы уже записали вам директ дебит. Директ дебит – это когда они сами с твоего счета вытягивают. И вы можете в течение 14 дней отказаться. И я думаю, хорошо, что это письмо пришло вообще, потому что, ну, здесь вообще не теряются письма, ну, мало ли. Допустим, есть люди, которые письмо могут там через месяц открыть. И я такая сразу звоню в этот банк и говорю, что «Алло, здравствуйте, мы бы хотели отменить вообще кредит, я его не брала, да, у вас была фотография моих прав, там моя подпись, но я не соглашалась, мне сказали, что я просто, мы просто посмотрим вообще вы, как сказать, кредита способны выплатить кредит или нет». Они такие «А, это с этих солнечных панелей?» Я говорю «Да». Он говорит «Да, да, сейчас мы вам отменим». Короче, отменили, прислали подтверждение, что всё, этот кредит как бы недействительный. И, блин, я в таком шоке была, ну, и Арсав тоже, мы все были в шоке. Даже Руди там в шоке лежал, не поднимался. Да, позвонили туда в эту, позвонили в эту Solar Panel UK, я написала плохой отзыв на Гугле, очень редко пишу, но меня это просто поразило, я не люблю, когда тебя вот, ну что, совсем дурочка какая-то. Ну, ладно, я тоже как бы Дуня взяла, расписалась там, но он сам сказал, что, говорит, это просто проверить. А потом я туда позвонила, говорят, ну, понимаете, в основном все клиенты, они вообще-то соглашаются устанавливать панели, типа, поэтому мы сразу им берём кредит, что-то такое, какой-то начали там не сосветить, унести. Я говорю «Пришлите мне вообще подтверждение, что всё, наш договор с вами расторгнут». Я вообще даже в принципе не подписывала ничего. Я подписала, что здесь был человек, он нам рассказал о коммерческом предложении. И что ещё насторожило Ярослава именно, вот то, что этот мужчина, он сказал, что когда ты приводишь какого-то клиента реферальная программа, типа, ты кого-то привёл, тебе дают 500 фунтов, второго привёл, тебе дают 2500. Ярослав сказал, что серьёзные конторы так не делают. И это какая-то, получается, как пирамида МММ, то есть ты должен поставить эти панели и потом стараться кого-то найти или там ходить к соседям, агитировать их, чтобы они тоже поставили тебе, мол, ну, если ты должен заплатить 9 тысяч, а тебе снимут 2,5, например. Это же вообще огромная часть от суммы. Это очень странно. Вот. Ну, закончилась вся эта история. Ну, мы так как бы не вермичали, просто мы были в шоке с того, что тебя могут просто взять вот так легко подписать. Ещё объясняешь человеку, говоришь, что нам сейчас это не очень-то интересует. Мы вообще думали, что как будет. Мы думали, что нам поставят панели. Ты берёшь крышу дома, как бы, человек, это частная собственность, его территория. То есть ставишь свои панели, берёшь электричество и то, что человек потребляет днём, он берёт себе там эти пару, так как это там, наверное, один киловатт, что ты днём потребишь, потому что ничего не включаешь, ни свет, ничего. А остальное то, что вечером ты, допустим, платишь за электроэнергию, и как-то вот на этом балансе ты получается, что вообще в целом будешь платить очень мало. Да, но ты покупаешь за 30, а продаёшь за 4. Да, а продаёшь за 4. То есть, ну это... Это что это вообще? Да, это вообще как-то не очень. И вот вся эта ситуация, она здесь вот немножко демонстрирует положение вещей на рынке. Здесь очень агрессивные продажи, вот очень. Особенно есть такие, которые вот, я не знаю, просто они какими-то волнами звонят. Вот бывает день, звонят 6 разных каких-то стационарных номеров и начинают, что кто-то там хочет продать путёвки, кто-то какие-то говорят, вы попадали там в аварию, мы вам в строковку какую-то там, что-нибудь какие-то компенсации. То есть, куча вот всяких таких вот... Так они звонят тебе в твой номер. Да, и они звонят тебе на твой номер, где они его берут... И почему они все звонят именно вот какими-то волнами, вот прям в один день разом все звонят. И здесь есть даже такой сайт, who called me, типа, кто мне звонил. И ты пишешь номер этот, копируешь, вставляешь, проверяешь, что это за номер. И там люди пишут, что от них вообще хотели, звонившие с этого номера. И ты сразу видишь... Даже не надо отвечать, просто смотришь, копируешь. Вот они говорят, это холодные звонки, продажи, продажи. И ты просто берешь и блокируешь. Я вообще не уверена, что у меня еще в блок-листе есть место для вот таких вот звонков. И они иногда вот появляются, ты там где-то регистрируешься, например, какая-то... Я вот даже не помню, вот что-то такое нейтральное. Зарегистрируешься где-нибудь, оставишь свой номер, все, на следующий день там тебе 6-7 звонков. А они говорят, мы, мол, храним ваши данные, типа. То есть, как сказать, мы не разбьем ваши данные. Откуда тогда они начинают разом все звонить. Это первое. Второе, бывают смс-ки очень сомнительного содержания. Когда тебе пишут, например, ой, вот мы попались на такую смс-ку, это в прошлом году еще было, написали Рославу, это налоговая, вы переплатили налог. Ну, он действительно переплатил, это не в прошлом, а в позапрошлом было. И говорят, вы тебе переплатили налог. Я говорю, а ну да, кстати, Рослав, ты вообще-то переплатил, ты же не заработал там этот минимум, и поэтому получается, что они должны вернуть. Я говорю, ну давай вернем. И потом, я такая говорю, давай, я вела все там данные, тоже его карточку, номер счета, все. Потом я такая сижу, думаю, блин, что я вообще сейчас делала, что за херня вообще, я дала его карточку. Нет, я не вела номер счет, я вела все данные карточки. Карточка, имя, фамилия, до какого числа она годная, и наоборот есть этот тайный номер трехзначный. И я его вела. Я думаю, блин, так это же все же нужно, чтобы платить по интернету, сейчас просто будут всего карточки платить. Я говорю, Рослава, заводи в свой банк, я говорю, пусть ее блокируют нафиг эту карту, и высылают другую. И он позвонил, говорит, я вот хочу поменять карточку, потому что я там, короче, ну, ввел ее данные, и я уверена, что ее, короче, хочу заблокировать, и все. Он там объяснил эту ситуацию, он говорит, да без проблем. И вызвали другую карту. Очень много обман. Да, потом был другой, ну тут я сама как бы по глупости повелась, и вот такое с PayPal приходило, мол, ой, PayPal, смотрите, у вас там какие-то средства, они вообще никогда не смейсят PayPal. Потом было с этого, ну вот с налогами могут, и иногда говорят, что мошенники под видом банка твоего, но с банка мне не приходило никаких мошеннических. И потом был еще один случай, тоже с Ярославом, но я не поняла, как это произошло, потому что я часто проверяю, считаю, вот свой, Ярослава, просто чтобы не было вот каких-то таких махинаций, мало ли, когда все деньги не у тебя в руках, а вот в виртуале находятся. И, короче, смотрю, какой-то вот этот директ дебит, это когда у тебя вытягивают, вытянула компания, называется Carphone Warehouse, это которые продают телефоны. И я говорю, Ярослава, слушай, и вытянули 60 фунтов где-то. И это на каждый месяц они должны были столько вытягивать в будущем. И я говорю, что-то я не поняла, говорю, мы же вообще там ничего не покупали, мы там купили телефон, вообще там в 2016-м, когда приехали, и тогда у нас даже не было счета банковского. Откуда, как это вообще произошло? Это значит, мое мнение, что это когда он регистрировался в каком-то агентстве для работы, они взяли номер счета, и там он же регистрировался, он типа подписался, взяли подпись, есть имя, фамилия, номер счета, это все, и подпись, и все, что нужно, чтобы вот этот директ дебит сделать. И Сав тоже тогда позвонил в банк и сказал, я вообще не узнаю эту транзакцию, я ничего не покупала, и какой телефон, и вообще не понимаю, что это за платеж. И они его отменили, вернули все деньги. Вот. И к чему я веду, что, короче, надо быть очень осторожным, потому что здесь, как бы, суть в том, что мошенничество тут, как бы, есть, его много, но ты хотя бы можешь это решить, то есть банк, он тебе все возвращает, если ты проверяешь свой счет. То, что вот у меня на работе, там есть девочка, Вероника, это, я ей говорю, когда мы сидели, вот я рассказывала, что вот мужу вообще вот этот директ дебит, что-то поставили ему, я говорю, ты свой счет проверяешь? Она говорит, нет. Я говорю, а как ты, вообще что, никогда? Она говорит, не, никогда, говорит, у меня есть карточка, я просто покупаю с нее и все. Я говорю, а если у тебя там с твоей карточки каждый месяц по 20, по 15 куда-то уходит? Она говорит, а, ну да, надо бы проверить, как бы. Потом тоже у этого напарника спрашиваю, у Майка, говорю, а мужик такой там 50 с чем-то лет, вроде опытный. Я говорю, Майка, ты проверяешь? Он говорит, м-м-м, иногда проверяю свой счет, там эти стейтменты смотрю, но редко. Я думаю, ну не знаю, говорю, может это мы без такой как бы среды вышли, что нам кажется, что все 50… Слушай, ну почему тут среда? За два года накололи три раза на деньги. Да, мы сами накололи. Просто тебя сперли, понимаешь, деньги, три раза их пришлось возвращать. И я уверена, что здесь есть какие-то пенсионеры, у которых именно еще хорошо так много денег, я уверена, что у них уходит какой-то там платеж, они даже не знают на что, то есть где-то там что-то подпись свою поставили. С другой стороны, пенсионеры не могут, наоборот, как раз сидеть в очках, там читать свой банковский этот отчет. Может быть, они как раз и более серьезно относятся, я не знаю. Вот, так что я советую всем, кто здесь живет, быть осторожными, вот особенно с этими смс-ками, со всякими вот этими звонками, стараться мне очень давать свои эти вот банковские данные, номера и вообще как бы и не расписываться тоже где ни попадя, как я расписалась. Так что вот такая история, как нас хотели поставить на счетчик, чтобы мы платили кредит вообще за то, что мы не то, что нам не нужно, может быть, если бы просто были бы у нас панели, было бы хорошо, но не так, чтобы выплачивать какую-то гигантскую сумму за них и непонятно, что с ними там будет через 10 лет. Вот, так что вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.